Здарова-здарова, дорогие друзья! С вами Булкин и сегодня будет уникальный контент, поэтому сразу готовьте ваши лайки. Сзади меня стоит Nissan GTR на 1000 сил и прямо сейчас он заднеприводный. Кстати, подобное я хотел сделать, купив свой GTR, но тут готовенький вариант и возможность это все отснять. Поэтому, ребят, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. GTR, 1000 сил и задний привод. Друзья, хочу порекомендовать вам GTA 5 RP. Это самый топовый и перспективный проект в GTA 5. Я сам там играю, потому знаю, что советую. Наверное, многих останавливают от игры на этом проекте лишь очереди. Действительно, совсем недавно открылся пятый сервер, а мест на всех до сих пор не хватает, особенно в час пик. К счастью, руководство видит проблему и решает ее. На днях они добавили систему очередей, благодаря которой ты попадешь на сервер автоматически в течение нескольких минут. Теперь не нужно постоянно жать кнопку войти, чтобы попасть на сервер. Просто встал в очередь, отошел налить чаек и сделать себе бутербродиков. И вернулся. К тому времени ты уже будешь в игре. Все равно не хочешь ждать? Тогда спешу тебе сообщить, что уже 13 марта проект GTA 5 RP открывает уже шестой, блять, сервер под названием Sunrise. Ну и, конечно же, друзья, так же, как и на остальных серверах проекта GTA 5 RP, там будет действовать мой промокод BULKIN. Благодаря этому промокоду ты получишь платину VIP на 10 дней, а также 12 с половиной тысяч игровой валюте сразу же на старте. Больше подробностей о проекте GTA 5 RP ты можешь узнать по ссылочкам в описании. И, конечно же, там же есть краткая инструкция о том, как же начать играть на GTA 5 RP. Поверь, все очень просто и ты сможешь играть уже прямо сейчас. Увидимся на GTA 5 RP. Ну что, друзья, сегодня мы посмотрим на снова Стасину, Стасину, Стаса машину. А Стасину можно говорить? Стасину. Стасина, Стасина хуй за что-то. Так и сомнительный. Стасина, я. Нет? Короче, ребят, нормально. GTR тысяча сил. Рассказывает, что тут по начинке. Сейчас, кстати, на улице слякать дождь, поэтому, я думаю, да, и снег тоже лежит, кстати. Это очень странно. У нас что-то зима какая-то аномальная. Февраль. Да, мы сейчас поедем наваливать, ну, точнее, Стас навалит, а я посмотрю, как он наваливает большую кучу, да. Ну, так вот, отлично. Куча ДЕ будет. Рассказывай, что по начинке. Здесь, получается, полностью усиленный мотор. Турбокиты стоят. Гаррет 28. Потом усиленная коробка. Ну, короче, впуск, выпуск, интеркулер. Рваная муфта стоит. Да, это, кстати, причина нашего сегодняшнего... Нет, на самом деле, друзья, если что вы понимали, то тот самый день, когда я приехал забирать обратно свой гелик, он стоит там. Вы видели этот ролик, который выходил примерно неделю назад на моем канале. И, в общем-то, вот тут у Стаса, да, на днях приключилось ЧП небольшое. Ну, как, это ГТР, как бы, 1000 сил, тут нормальная ситуация. Поэтому муфта дала, ну, сказала до свидания, в общем, да? Да, она сказала, прощай. Поэтому, ребят, помимо того, что это мощный, подготовленный ГТР на, ну, 1000 сил, ну, 980, ладно? А, 1000. Ну, 1000. 980 не круто, 1000, круто. Да, 1000 уже, как бы, звучит по-другому, поэтому 1000 сил и задний привод. И при этом, ну, хорошо, хоть не летняя резина, у нас тут липучка, да, я так понимаю? И, как бы, сейчас самое интересное, что мы поедем на площадочку и вообще в целом покатаемся на заднеприводном ГТРе. И, в общем, я не знаю, что, чем, как, какие ощущения вообще? Ну, мы, ладно, ладно, сейчас, давай, я не хочу знать, мы сейчас прочувствуем это. Короче, предыстория еще небольшая. Просто у нас со Стасом связывает еще ГТР, который был у меня в 17-м году. Сейчас вы увидите там фото, видео, не знаю, что-либо. И, короче, вот, как бы, потом, это был мой ГТР, он попал потом к Стасу. Ну, мы каждый раз, в принципе, рассказываем эту историю. Но это другой ГТР. И, как бы, вот, подготовленный, типа, ну, для Драга, да. А, вообще, при, ну, нормальной ситуации, при нормальной ситуации с муфтой, какие у него, квотра, сколько он едет? Ну, он должен ехать прям низкие 10, я думаю, даже из 10 будет выходить. То есть ты еще, как бы, боевые какие-то заезды не делал, да? Не, а что, я купил его, считай, поздней осенью. Угу. И, считай, зацепа не было совсем. Ну, в общем, да, проект-то интересный. Ну, как, в принципе, обычный тысячесильный ГТР, которых, на самом деле, много у нас в России. И тут просто возможность реально пофаниться. Мне просто была идея, я об этом говорил, купить ГТР. Типа, у меня был проект Amoral с Мерседесом. Вот, сделать что-то с ГТРом необычное по дизайну и плюс сделать его заднеприводным. Поэтому мы сегодня посмотрим на это все и говорим, зачем покупать автомобиль, если есть Стас, у которого есть куча тачек. И можно, как бы, приезжать к нему, в принципе, и снимать что-то. Ну, что, я предлагаю, в принципе, не тянуть. По ГТРу все понятно. Мы сейчас, когда сейчас прыгаем, я даже не буду садиться за руль, даже не буду проситься. Ты садись, я сяду на пассажирское, выйдем, катнем, вообще, посмотрим, что да как на ходу и где-нибудь на площадочке, да, пораздаем. Да. Ну, что, погнали тогда? Прыгаем. А ты уже прям раздавал на нем или так? Да, ну, это страшно, очень страшно. Тысяча сил, ребят, тысяча сил. ГТР, задний привод. И, как бы, вот сейчас вы увидите, я думаю, по обстановке, насколько все тут в слякоть. А ты со стабилизацией или без? Стабилизация, без стабилизации это опасно. Во-первых, у меня ностальгия. Потому что, кроме как, вот, последний раз я в своем ГТР ездил в семнадцатом году и все. Ну, мне кажется, сейчас подумают, зимой на ГТРе, на заднем приводе. Ну, это вообще пиздец, конечно. Во-первых, на ГТРе вообще, да, как бы, ну, на стоков зимой не каждый ездит. Тут, как бы, тысяча сил и, как бы, задний привод. Ну, пока зацеп имеется. Потому что мизинчиком жмешь, да, ну, в дальгазоне. Не, ну, сейчас стаба-то будет помогать, наверное? Да. Не точно. Ну, это не точно, это японская стаба. Блядь, какой пиздец, походу. Блядь. Стаба включена еще, да, бау? Стаба включена, но, по-моему, она, блядь, вообще, как бы, не алло. То есть, чтобы вы понимали, друзья, я не знаю, с чем это сравнить, как бы. Даже тот же какой-нибудь Hellcat Challenger, который в семьсот семнадцати, вот, вообще не то. Просто вообще даже далеко не то, блядь. То есть, по сути, сейчас, так как муфта отъебнула, все болячки сразу устранены, да? Да. Можно делать все, что угодно. Больше ничего не случится. Уже случилось. Уже случилось. Все, что должно было случиться, уже случилось. А он при этом никакую ошибку даже не выдает, да? Нет. А там 4WD, типа, все дела, нет? Ну, это когда будет, про буксов колеса напишешь, перегрев муфты. Ну, чуть-чуть глушат. Ну, глушат, ну, блин, она шлифует. Я не знаю, просто, как это ощущается. Блин, ну, GTR это вообще такая машина, которая, даже если представить, точнее, что представляю, сейчас она у нас заднеприводная, то есть она не лучшая машина для езды боком. Да, тем больше зимой. Блин. Знаешь, когда ты понимаешь, что одно, в принципе, неверное движение, и пизда просто всему будет, вот это от этого немножко некомфортно. Тоже страшно. Как бы, так-то, ну, как бы, я катал, у меня катали на GTR 1000 сил, у меня, ну, у меня не было 1000 сил. Поэтому не в такой погоде катали. Да, не в такую погоду и не на заднем приводе. А так, в принципе. Ну, это пиздец, это просто вот, блядь, на грани называется. Я думаю, мы потом где-нибудь остановимся, просто попробуем стартануть, да, как-то со стороны, чтобы это показать. Так, ребят, сейчас вы увидите, как это со стороны. Итак, задний привод 1000 сил. Старт без стабилизации, блядь. Пиздец, сейчас будет. Блядь. Это пиздец. Это ты вообще, наверное, до четвертинок, да? Это даже я в пол не жаману, да там в пол пиздец будет. Блядь, я думаю, надо вот так вот сделать. Я думаю, хотя бы, да, хотя бы вот так вот. Это пиздец. Блядь, стрёмно, пизда. Что, такие овраги, блядь, немаленькие, если честно, по бокам? Сейчас будет либо плятачок, либо хуй знает что. Блядь. Пиздец, что ли? Ну да. Не дают? Блядь, GTR, который дрифтит, сука. На заднем приводе, блядь. Я не знаю, ребят, почему, но у меня что-то все дрожит, блядь. Не знаю, нормально ли это. Сейчас будет пиздец. Блядь. Просто. Пиздец, три передачи, как бы она, ну она все будет почти половина. С любой скоростью, да? Мне кажется, даже если как-то умудриться сейчас разогнаться в 250, она и на 250 поставится. Я уверен на 100%, что на камеру не передается, что каждое ускорение сопровождается просто жестким шлейфом задних колес. Ну и что, сколько стоит мутку сделать? Сотка с усилением. И удержать, да? Да. Так, ребят, ну что, я предлагаю сейчас уже отправиться на площадку. В принципе, знаешь, как-то это самое, это вот тот самый момент, когда очко реально играет. Да, поэтому сейчас давайте отправимся на площадочку и там уже попробую Стас что-нибудь поисполнять. Потому что, блин, ребят, когда тут просто овраги кругом и как бы вот, ну вы же сами все видели, это реально очень страшная тема. Я развлекаться не о чем, блин. Прямо ощущение. Ну я уверен, что не передается, как всегда, но сейчас вы все поймете за парковой. Так, друзья, ну что, давайте насладимся редкими кадрами. Ну давай, Стасян, от души. Задний привод, площадка, снег, лед. Как это выглядит? Ну такое, пацаны. Ау, блядь. По-моему, блядь, я зря вышел, потому что у меня небольшие проблемы. Так, ну давайте узнаем, как чувствует себя ГТР. Ну что, как чувствует себя ГТР? Нормально, все? Ты мне специально, да, вот это сделал? У меня вот со стороны пиздец смотрится, конечно, уникально. Пацаны, ну что я могу сказать? Вот такой вот забавный контент, хоть и коротенький, но тем не менее, короче, дрифтящий ГТР, это вообще всегда интересно и прикольно, да? Ну, Стаса, правда, звук не включен, но ты можешь говорить сюда. Так что, Стас, спасибо за такую уникальную возможность, хоть и не прокатился, но, честно говоря, знаете, когда вот сейчас вот на трассе то, что было, ну, блядь, нет, нет, нет. Может быть, потом я себе вот что-нибудь подобное бы сделал, только еще добавив какой-нибудь пиздецовой внешки. А так это круто. Так что, у меня, правда, рука грязная, но, да, как-то. Спасибо за контент, так скажем. Так что, друзья, мы забираем гелик, вот на самом деле сейчас, и подсняли еще вот такой вот тысячесильный заднеприводный ГТР. Так что, если вам понравилось это видео, друзья, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, чтобы впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Инстаграм Стаса, Инстаграм Булкина, все классно, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok